Жневен сезон продажу бахчавых, однако только при выполнении правил реализации захование ковуны и дыни приносит корысть. Наша здымочная группа по вынниках лабораторных дослёдов переконалась, что на бытие разрезанного ковуна эти дыни могут стоять у себя неприемные сюрпризы. Усе подробности в следующем материале. Сезон продажу ковунов и дынь у разгары, а медики и санитарные службы уже на подготовке. Бо при порушении правил реализации бахчавых разом с порцией витаминов можно отримать неприемные наступства. Это всегда бурное развитие инфекции. Заболевание развивается по типу пищевой токсикой инфекции. То есть может быть многократная рвота. Даже не обязательно может быть жидкий стул, но всегда это боли в животе, очень высокая температура, выраженные симптомы интоксикации. А личность, о ком люди у Сурьоз не успремают таких попередживаний. Каб аргументы были больше наглядными, мы вырошили провести дослед. Купили два ковуны, один целый, други разрезаны. У лабораторий с кожного взяли пробы на микрофлору и на явность кишечной палашки. Исследованный арбуз разрезанный, результат, значит, половинка арбуза разрезанного, дает рост, соответственно, микрофлоры. На чашке, где исследован целый арбуз, мякоть именно исследована, роста микрофлоры не имеется. Что говорит о качестве арбуза, вымытого. Выник напрашивается один, куплять только целые ковуны и дыни. И обовязково перед уживанием их добро вымывать, каб у вынику не пришлось извертаться до медиков. Наша сдымочная группа разом с санэпидемиологами проехалась и по мини-рынках Могилёва, каб поглядеть, те выконываются правила реализации. Вы торгуете арбузами в разрезанном виде? Нет. А почему? Ну, потому что проходили санитарный минимум. И нам говорили, объясняли, что нельзя торговать резать арбузы, дыни. По саннормам, потому что, ну, пыль, мы стоим возле дороги. После наведывания рынка мы пришли до весновы, что большинство гандляров притримливаются санитарных правилов реализации бахчавых. Это означают и специалисты. Хотя что год у среднем до 200 гандляров бахчавыми отримливают в предписании эти штрафы за порушения названных правилов. По законодательству предусмотрен штраф за данное нарушение до 30 базовых на физическое лицо, до 200 базовых на индивидуального предпринимателя и до 500 базовых на юридическое лицо. Про то, что покупникам треба и самим быть больше потребовальными до умов реализации продукта и его якости, свечать в дымке небояковых могилючан. Что называется, без комментариев. Памятайте, что первую чергу от нас залежит наше здоровье. Алина Соловьева, Алина Милищанкова. Новины региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова